О! Классики! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! Стоп! Какие же это классики? Это же классика четырехугольников! Это же иерархия четырехугольников! Это их, можно сказать, генеалогическое древо! А все почему? Потому что, смотрите, был у нас какой-то никакой неказистый четырехугольник, и ничего в нем особенного не было. Но если у него стороны будут противоположные, параллельные, он превращается в параллелограмм. А если у этого параллелограмма будут углы по 90, он превращается в прямоугольник. А из прямоугольника рождается квадрат, если у него будут все стороны равны. Если мы отмотаем чуть-чуть назад, то из параллелограмма, если у него будут все стороны равны, получится ромб. Кстати, если у ромба сделать углы по 90 градусов, он превращается в квадрат. Ну и теперь давайте еще раз отмотка назад. Если у четырехугольника противоположные стороны, две стороны будут параллельны, а две другие нет, то превращается он в трапецию. Теперь про свойства каждой фигуры. Вот про обычный четырехугольник, кроме того, что у него сумма углов 360, ничего особенного и не скажешь. 360 градусов, сумма всех четырех углов. У параллелограмма, у него все так же сумма углов будет 360, но есть кое-что особенное. Противоположные углы равны, противоположные стороны равны. А если провести диагонали, то, во-первых, одна диагональ разделит его на два равных треугольника, а если провести их две, то точка пересечения диагонали поделится на равные отрезки. Этот равен этому, а этот будет равен этому. У прямоугольника, да вы и так все знаете, углы по 90, противоположные стороны равны, а если провести диагонали, то, во-первых, они обе равны между собой, точка пересечения делится пополам, и вот эти отрезки равны между собой, все четыре, а у квадрата еще круче. Все стороны равны, все углы по 90 и равны между собой, если провести две диагонали, они равны и точка пересечения поделится пополам. У ромба все стороны равны, противоположные углы равны. Если провести диагонали, они взаимно перпендикулярны, образуют вот здесь углы по 90. И еще диагонали являются бисектрисами своих углов. Делит вот этот угол пополам, делит вот этот угол пополам. И можно этими свойствами пользоваться, когда вы решаете задачи. А вот и трапеция. Но то, что у нее две стороны параллельно, а две другие нет, мы уже сказали. А что же еще особенного? Ну, углы вместе дают 360 градусов, как у любого четырехугольника. И кое-что еще хорошее. Вот эти односторонние углы, как будто бы при параллельных и секущей, всегда будут давать 180 градусов. Как эта парочка, так и вот эта парочка тоже будет давать 180 градусов. При решении задачи это очень пригодится. Ну, а теперь мы будем решать задачи по теме четырехугольники. Ну, куда же без задач? Правда, ребята? Одна из сторон прямоугольника на 6 сантиметров больше другой, а его периметр равен 48. Найдите сторону прямоугольника. Как обычно, начните с чертежа. Тут он несложный, потому что перед нами будет прямоугольник. Вот я могу его нарисовать. У него нет имени, я могу назвать его сама. А, Б, Ц, Д. И что я знаю про этот прямоугольник? У него одна из сторон на 6 сантиметров больше другой. То есть я не знаю, чему равна А, чему равна А, Б, Ц. Но я знаю, что одна больше другой на сколько-то. Когда у нас есть какая-то связь между элементами, всегда вводите Х. Ту сторону, что поменьше, давайте назовем Х. Тогда та, что больше, больше она на 6 сантиметров, значит Х плюс 6. То есть мы как бы условно шифруем А, Б, Х, как будто бы мы ее знаем. Тогда это на 6 больше. И пользуемся теми самыми свойствами про наш прямоугольник. О том, о чем мы говорили ранее. Периметр – это сумма длин всех сторон. Но раз это прямоугольник, у него противоположные стороны равны. Поэтому тут тоже Х. И тут тоже Х плюс 6. И мы легко составляем уравнение. Связываем наши Х с чем-то известным. У нас известное – это периметр. И получается простенькое уравнение. Х плюс Х плюс Х плюс 6 плюс Х плюс 6 равно 48. Итого, давайте сразу. 4Х плюс 12 равно 48. Теперь решаем это уравнение. 4Х равно 36. Значит, Х равен девятке. Ну, а спрашивали про стороны прямоугольника. Значит, с этим Х возвращаемся в нашу картинку. ЦД и АБ тогда это девятки. Иксы наши. АБЦ и АД это будет 9 плюс 6, то есть по 15. Все. Вот смотрите, первую задачу вот так мы быстро решили. Переходим ко второй. Один из углов ромба. О, видите, новая фигура. Так вот, один из углов ромба равен 72 градуса. Найдите углы, которые образуют стороны ромба с его диагоналями. Опять же, начнем с чертежа. Как выглядит ромб? Его принято рисовать как-то вот так. Можно начинать рисовать сразу с диагоналей. Можно его положить на бок, чтобы он лежал как параллограмм. Это не важно. Итак, А, Б, С, Д. Один из углов ромба равен 72. Это какой угол? Может быть, это А, может быть, Б или С. Давайте вспоминать, опять же, свойства ромба. У него противолежащие углы равны. И, как я уже говорила, это прямо на картинке видно. То есть А и С одинаковые, Б и Д одинаковые. Но 72 градуса это острый угол. А угол А и угол С на нашей картинке это тупые углы. То есть они больше, чем 90. Поэтому 72, скорее всего, мы можем назвать угол Б, 72 градуса. Или я могу подписать и угол Д, 72. Но давайте пока оставим так. Что мы хотим? Найдите углы, которые образует сторона ромба с его диагоналями. Всегда в этом вопросе у ребят проблемы. Что надо искать? Прочитайте внимательно, что с чем эти углы образуют. Сторона ромба. Давайте какую-нибудь сторону ромба выделим. Неважно какую, потому что у ромба стороны равны. Например, я беру сторону ВС. И что я хочу найти? Вот те углы, которые эта сторона будет образовывать с диагоналями ромба. Диагонали у меня на картинке пока нету. Значит, надо будет провести. Раз, два. Пусть это будет точка О. И теперь мы четко понимаем, что нам нужно в нашей задаче. Сторона ВС, которую мы выбрали. И диагонали. Вот они действительно образуют углы. Раз, два. И в нашей задаче вопрос про угол О, ВС. Вот мы будем его искать. И угол ВСО. Ну что, давайте вспоминать, опять же, свойства ромба. Если мы в ромбе проводим диагонали, опять же, это визуально видно. Они являются бисектрисами наших углов. Поэтому первый угол, давайте его единичкой обозначу, мы уже сразу можем легко найти. Это бисектриса угла, который равен 72 градуса. Значит, угол 1 равен 36 градусов. Как найти угол ВСА? Давайте для удобства назову его двоечкой. Опять же, вспоминаем свойства диагонали ромба. И, наверное, опять же, это свойство хорошо видно по картинке. Что наши диагонали пересекаются. И при пересечении образует угол 90 градусов. Поэтому получается, что в треугольнике ВОЦ мы знаем угол 1. Знаем, что здесь 90 и легко находим угол 2. И, кстати, можно воспользоваться упрощенным свойством прямоугольного треугольника. То, что острые углы образуют в сумме 90 градусов. Значит, я могу даже не через 180 считать, Давайте сказать, что угол 2 равен 90 минус 36. Значит, мой ответ 54 градуса. 36 и 54. Все, вот мы решили уже вторую задачу. В параллелограмме АВСД бисектриса угла А пересекает сторону ВС в точке Е. ВЕ больше ЕС в три раза. Найдите периметр параллелограмма, если ВС равно 12. Но, опять же, пока ничего не понятно, пока мы не сделали чертеж. Давайте сделаем. Нам нужен параллелограмм. Нам уже сказали, что он называется АВСД. Окей. АВСД. И речь идет о бисектрисе угла А. И она должна так пойти, что пересечет сторону ВС в точке Е. Ну, давайте проведем бисектрису. Вспоминаем, что вообще бисектриса делает. Делит угол пополам. Значит, вот я провожу. Делю угол пополам. Сразу же это отмечаю. Иначе мы сейчас потеряем эту информацию, то, что это бисектриса. Она пошла-пошла. ВС пересекла. В точке, которую попросили назвать точкой Е. И образовались два отрезка. БЕ и ЕС. Что мы про них знаем? БЕ больше ЕС в три раза. Как мы уже сказали, если в задаче какие-то два элемента связаны, типа, одно больше другого в столько-то раз или на столько-то, то разруливайте эту ситуацию с помощью икса. Вот наша пара. БЕ и ЕС. Они связаны. Одно в три раза больше другого. Давайте поймем, что из них меньше. Написано, что БЕ больше ЕС. Ага, значит, ЕС меньше. Вот там и будет у меня икс. А дальше сказано, что БЕ в три раза больше. Значит, 3 икс. И получается, что вся БЦ сторона, вся целиком, была бы у нас 4 икса. А дальше, как всегда, надо искать какую-то связь между иксами и чем-то настоящим. Вот сказано, что БЦ равно 12. То есть я уже могу сопоставить иксы с известной величиной. 4х – это наше БЦ. И нам известно, что оно равно 12. О, значит, х равен 3. Поэтому вот этот кусок ЕС равен троечке. А вот этот кусок БЕ равен, получается, девятке. И сторона БЦ нам известна. Но для периметра-то надо знать еще, чему равно АБ, а чему равно ЦД и чему равно АД. Хотя нет, стоп, я что-то перебарщиваю, да? Мы же знаем по свойству параллограммы, что БЦ такой же, как АД. Поэтому раз тут 12, то и тут будет 12. И поэтому под вопросом только сторона АБ и ЦД. Но опять же, они равны между собой. Можно это показать вот так черточками. Поэтому достаточно найти какую-то одну из них. Ну что, это у нас такая стандартная картинка. Обратите, ребята, на нее внимание. Даже в ЕГЭ, в профиле, вам вполне может такая ситуация попасться, когда у вас из угла выходит бисектриса. Что про нее хорошего мы понимаем? Смотрите, угол первый будет равен углу второму. Ну, опять же, потому что это была бисектриса. А угол 2 и угол, внимание, 3 будут тоже равны, потому что в параллелограмме противолежащие стороны параллельны. И если мы воспринимаем ВС и АД с секущей АЕ как параллельные прямые, то 2 и 3 будут равны, потому что это накрест лежащие. И получается такая цепочка, что я знаю, что угол 1 равен углу 2. Почему? Потому что бисектриса. А угол 2 равен углу 3. Почему? Потому что накрест лежащие. И по вот этой цепочке, ну, раз 1 равен второму, а 2 и третьему, то и 1 с 3 тоже будут равны. Получилось, что 1 с 3 равны, а они находятся внутри треугольника АБЕ. Значит, он равнобедренный, и кусочек БЕ равен стороне БА. Понимаем, да? Треугольник АБЕ оказался равнобедренным. И так будет всегда получаться, когда у вас бисектриса идет в параллелограмме или в трапеции. И получается, что АБ такой же, как БЕ, и они равны по 9. И теперь мы легко можем найти периметр нашего параллелограмма. Давайте вместе. 12 плюс 12 будет 24. 9 и 9 это будет 18. И периметр равен 18 плюс 24. И получается 42. Готово. Задача решена. Ну вот мы и решили три базовых задачи. Ребят, ну как вам они? Легко, сложно. Оцените, как вы понимаете геометрию. Получается у вас такое решать или не получается. Я со своей стороны хочу сказать, что если такие задачи уже вызывают у вас сложности, то обязательно подключайтесь на наш курс по математике 8 класса. Обещаю, если вдруг геометрия ваш нелюбимый предмет, то после нашего курса математику и в частности геометрию вы будете любить, и она у вас будет всегда получаться. А сейчас мы переходим к задаче номер 4. В ромбе АБЦД из вершины тупого угла Б опущены высоты БЕ и БФ на стороны АД и ДЦ. Соответственно, угол ЕБФ равен 30 градусов. Найдите периметр ромба, если БЕ равно 6. Вот как я наблюдаю за ребятами, часто очень сложно для них сделать правильный чертеж. Начинаем. Какая фигура? Ромб. Как он выглядит? Вспоминаем. Вот стандартный ромбик. Называем его так, как попросили назвать задачи. Но не забываем, что может быть какие-то есть дополнительные рекомендации. Вот сказано, что из тупого угла Б. Значит, если я хотела здесь написать АБЦД, то это будет неправильно. Мне надо, чтобы Б оказался где-то здесь. Поэтому могу так, АБЦД. И обязательно следите за тем, чтобы ваши буквы шли либо по часовой стрелке, либо против часовой стрелки. Перекрещивать в названии буквы нельзя. Итак, сказано, что из вот этого вот угла Б опущены две высоты на БЕ. Высота БЕ и БФ на стороны АД и ДЦ. Давайте попробуем их провести. Вот я становлюсь в вершину Б и должна прийти к стороне СД под углом 90 градусов. Это и будет высота. Ну что? Оп! Правда? Вот у меня как раз идет отрезок. Мне попросили его назвать БФ. И он как раз приходит к стороне СД. И по аналогии иду к стороне АД под углом 90 градусов. Это выглядит как-то так. Попросили назвать эту высоту БЕ. Чертеж практически готов. Еще сказано, что угол ЕБФ, вот он, равен 30 градусам. Есть. И найдите периметр ромба, если БЕ равно 6. БЕ равно 6. Ну давайте порассуждаем по поводу периметра ромба. Что хорошего мы про него знаем. Да даже если вы про него хорошее ничего не знаете, визуально, я думаю, что вы понимаете. Что БС, что ЦД, ДА и БА это стороны, которые равны между собой. Поэтому для периметра вам достаточно найти какую-нибудь одну сторону. То есть периметр, тот, который у нас спрашивают, он равен 4 умножить на любую сторону. Например, на сторону БС. Это и есть наш периметр. В сложных задачах чаще всего, в каких-то даже простых фигурах типа ромба, проводят какие-то отрезки. И они разбивают нам нашу исходную фигуру на несколько мелких. И вы, когда решается такую сложную задачу, пытайтесь все, что там есть, поисследовать. Вот, например, у нас теперь не просто ромб. Ну, ромб, конечно, тоже есть. Но есть треугольник, четырехугольник и треугольник. И мне как-то надо, да, вот связать эти 30 градусов с этой стороной 6 и потом как-то выйти на сторону нашего ромба. Ну, что я понимаю? Вот, если я посмотрю на четырехугольник БФДЕ, то в нем мне известны три угла. Ребят, может быть, вы это не заметили, но вы знаете и 30 градусов, 90-90, и только один угол для вас неизвестен. Ну, раз у меня есть углы 3, то я смогу найти вот этот четвертый угол четырехугольника. Мы же знаем, что у четырехугольника сумма всех углов 360 градусов. Поэтому, окей, давайте тогда посчитаем, чем будет равен угол Д. Он равен, ну, что, эта парочка уже забрала 180, поэтому, чтобы найти угол Д, мы от 180 отнимаем 30, получаем 150. Круто, вот мы уже узнали, чему равен один из углов нашего ромба. Если я знаю один угол, то я смогу найти все остальное в этом ромбе. Так, обратите внимание, я могу сейчас перепрыгнуть сразу же на угол А в ромбе, как и в параллелограмме. Односторонние углы Д и А у нас равны в сумме 180 градусов. Значит, если я выяснила, что тут 150, то угол А будет равен 180 минус 150, и мы получаем с вами 30 градусов. Круто! Очень хороший угол. А теперь, мне кажется, что из этого четырехугольника мы прям все выжили, что могли. И теперь давайте перепрыгнем на треугольник БЕА. Тем более, что мы в нем знаем сторону 6, это по условию задачи мы знали. И только что выяснили, что угол А равен 30 градусов. И нам поможет правило из 7 класса, что напротив угла в 30 градусов лежит катет, равный половине гипотенузы. Только не запутайтесь. Вот у вас угол 90, значит гипотенуза это БА, и она равна в два раза больше, чем БЕ. Значит, она равна 12. Вот, надеюсь, что вы это правило заметили, ключевое правило 7 класса. Получается, что стороны нашего ромба равны по 12. И теперь переходим к периметру. 4 умножить на 12, получаем 48. Все, это наш ответ в такой сложной задаче. Мне очень часто пишут ребята и их родители о том, что не получается геометрия, не понимают алгебру. Ребят, именно для вас я сделала курс по 8 классу. Подключайтесь ко мне, занимайтесь вместе со мной. Такие понятные объяснения вас ждут каждую неделю. Ни одна тема не останется для вас неясной. Вы можете переходить по ссылке в описании и сразу записываться на мой курс. Ну а это видео закончено. Если оно было полезным, обязательно поставьте лайк. Напишите комментарии, если они у вас есть. Пишите ваши проблемы, сложности в математике. Будем с ними разбираться. Все, ребят, увидимся на следующем уроке. Пока!